Иросами. Новороссия, это антиукраина или новоукраина. Фебюри. 27, 2015-18-57. Меня долго отговаривали заниматься этой темой, указывая на непопулярность моего мнения. Но популярность приходит и уходит, а суть не меняется. Я давно хотел расставить точки над «и». И мне кажется именно сейчас, когда по обе линии фронта эмоции просто зашкаливают, надо разобраться. А куда мы идем вне зависимости от того по желанию или нехотя? И ответ на вопрос вынесенный в заглавие не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Начну я с того, что никто не любит слушать, но, тем не менее, все признают правдой. Новороссия, это не государство. Это некая заготовка, из которой можно сделать все, что угодно. Причем, судя по всему, Россия упрямо не хочет делать из нее государство. Почему? Я много раз об этом говорил, и не буду останавливаться на этом с выкладками и подробно. Вывод общий такой. Россия невыгодна не только входить своими войсками на территорию Украины, но и способствовать вычленению из нее Новороссии в том или ином виде. Абсолютно понятно, что Россия в той игре, которую задумал президент Путин. Новороссия, как анклав, не интересует. Его программа проста и последовательна, достаточно посмотреть его мартовские тезисы. Украина не входит в НАТО, федеративное, что обеспечивает стабильность и неприсоединение к тому или иному экономическому союзу в краткосрочной перспективе. Причем Россия откровенно не боится сравнения условий интеграции, которые она предлагает, с условиями ЕС. Ей в отличие от ЕС скрывать нечего. И пусть после того, как страсти улегутся, и каждая из частей Украины, углубив свои связи с тем или иным союзом и получив результат, сама прочувствует все плюсы и минусы. А потом можно говорить о том, что делать и куда идти. С этой позицией киевская хунта не согласилась. Причины вполне очевидны, и предпочла войну, на которую ее толкали спонсоры. В ответ Россия вынуждена была действовать рефлекторно, сделав ставку на проект «Новороссия». Изначально Новороссия была антифашистским проектом под 8 областей, к которым могли присоединяться остальные части Украины. Я, как участник процесса, отлично помню остроту дискуссий по этому вопросу. Причем практически сразу же возникла группа сил, видевших Новороссию, как чисто антиукраинский проект, целью которого было уничтожение любой украинской государственности на основании того факта, что украинцев нет, а есть русские, коих заставили забыть, что они русские. Мне и моим единомышленникам стоило больших трудов донести до большинства нашу идею. Но это был июнь. А потом началась большая война, в результате которой на Донбассе укоренилась идея Новороссия равно антиукраина. Причины такой трансформации понятны. Война прошла через каждую семью. У многих погибли родные и близкие. Разрушены города. И населению региона начали внушать, в том числе и через патриотические СМИ, что виновны в этом украинцы. Причем те же самые люди, которые месяцем раньше утверждали, что никаких украинцев нет. Что изменилось? А изменилось равно то, что они поняли, что ошибались и никакого похода на Киев под флагом Новороссия равно антиукраина быть в принципе не может. Потому, что этого не поддержит в первую очередь местное население, которое по странному стечению обстоятельств считает себя не совсем русскими, а сто тысяч солдат. Чтобы навязать им это мнение под рукой не оказалось. И Владимир Путин их предал и слил, когда не дал эти сто тысяч солдат, граждан РФ, для киевского похода. И это правильно потому, что иначе Россия бы повторила путь киевских фашистов. Насаждать свою идею вопреки мнению народа, который к этой идее не готов воспринять. Вот и вся логика политической трансформации на Донбассе несколькими предложениями. А раз нельзя забрать все, Киев и до Киева, значит надо закрепиться там, где это возможно. Так и родилась в среде новороссов антиукраинцев идея малой Новороссии, которую естественно предал большой белый человек, но которую надо сохранить во что бы то ни стало пусть и кастрированную территориально. Даже если вследствие этого на головы новороссиян периодически будут сыпаться снаряды, и спокойной, человеческой жизнью жить они больше не будут. Предел их мечтаний это медленное продвижение границ Новороссии равно антиукраины на запад и север, выкручивая руки руководству России и ставя его в неловкое положение перед своим народом. Позиция понятная, но при этом абсолютно утопичная, и я рад, что официальный Кремль ее никогда не разделял и всячески с нею боролся. На самом деле идея Новороссия равно антиукраина смогла закрепиться в умах мирных граждан, только благодаря варварским обстрелам мирных городов Донбасса, ведущимся по американской указке, даже не хочу обсуждать кто, первая, вторая или третья сила. Это сейчас абсолютно неважно. Не просчитать столь очевидных последствий США не могли. Также очевидно, что идея Новороссия равно антиукраина упрится где-то в админгранице. Более того, начало обстрелов по камерной территории будет воспринято населением точно так же, как и на Донбассе, только с обратным знаком. Причем само наличие антиукраинской идеи в Новороссии автоматически делает остальную Украину фашистским и, самое главное, антирусским проектом. Но всегда. Само наличие Новороссии равно антиукраины заставит остальную территорию Украины бороться с ней точно так же, как наличие проекта Украины не Россия обязывает Россию бороться против него. А значит, это как раз та ситуация, которая полностью устраивает США. То есть закрепление Новороссии, как антиукраины в границах ЛДНР, даже отодвинутых на 100 километров, и укрепление на остальной территории чисто нацистского государства, единственной целью которого будет уничтожение Новороссии и соответственно России, как государство, на ресурсы которого она опирается. Хочу напомнить, что проект Украины не Россия как раз и создавался на принципах разделения одной общности и закреплении этого разделения на идеологическом уровне. Фактически те, кто помогает осуществлять сопроекту Новороссия равно антиукраина, делают равно то же самое, но с другой стороны. Они готовы разделить общность, которую накануне сами считали одним целым по идеологическому принципу, и закрепить статус-кво. Это, если разобраться, в миниатюре тот план, который уже 150 лет проталкивает Запад. Что делать? То, что предлагалось изначально. Я всегда видел и до сих пор вижу Новороссию как новоукраину. Уверен, что именно эта фраза мылит на мою голову массу помоев на уровне эмоций. И я их понимаю. После всего случившегося на Донбассе, это звучит как предательство. Но перспективу я вам нарисовал. Уверен для вас теперь очевидно, что вас намеренно подводили к этому состоянию постоянными обстрелами с одной стороны и нашептыванием украинофобских лозунгов с другой. И совершенно понятно, что исключить обстрелы на свою голову жители Донбасса могут только в одном случае – полное уничтожение фашизма на Украине. Никакая Новороссия в составе скорее двух, чем восьми областей не спасет вас от этого. Фашистская часть Украины, собравшись силами, обязательно повторит атаку. Весь смысл существования этого образования будет посвящен одной цели – уничтожить вас как альтернативу их Украине. А освободить Украину, поставив в основу проект Новороссия равно антиукраина, невозможно без вмешательства армии РФ. Вернетесь, как говорил Кутузов, с рылом в крови. Не смогут 10, 20, 30 тысяч ополченцев даже самой лучшей техникой захватить Украину. Именно захватить, потому, что вы пойдете не освобождать ее от фашизма, а вбивать в дурные головы, что они – не украинцы. А если они не согласятся, то что? Превратимся в фашистов? Или уйдем назад? Тупик. Надеюсь, вы поняли, что вопрос не в моей позиции или позиции моих товарищей. Это не мы вам враги. Ваш враг тот, кто загоняет вас в тупик, из которого нет выхода. Это было понятно еще в начале лета, а сейчас отпали последние сомнения. Как для меня очевидно было то, что хунта проиграет на Донбассе, также ясно было, что с идеей Новороссия равно анти-Украина освобождать Украину бессмысленно потому, что это будет той же оккупацией, только с другой стороны. Мы предлагаем альтернативу Новороссия равно новая Украина. Это не значит, что завтра, как только мы произнесем эту фразу, мы отправимся завоевывать Украину. Нет, мы должны не просто понять, а принять эту идею. Это необходимо сделать не ради моего пока оккупированного фашистами города, на который не падают снаряды и не упадут. Я к этому приложу все усилия и уверен, что так и будет потому, что я не рассуждаю на уровне эмоций. Можете меня проклинать после этой фразы. Мне уже надоело говорить полунамеками. Скажу прямо. Вся ненависть жителей Донбасса к Украине в виде желания отомстить, к сожалению, вернется новыми разрушениями именно на Донбасс. Я об этом говорил осенью. Мне не верили. Летняя кампания, которая уже практически решена опять прокатиться по Донбассу и закончится поражением войск хунты, но это новые разрушения и новые смерти в первую очередь мирного населения Донбасса. И если к этой кампании идея Новороссия равно антиукраина не умрет, а я уверен, что так и будет, она не успеет умереть, то и летняя кампания не приведет к решительному разгрому хунты. Решительный разгром возможен, только в том случае, когда солдаты киевского режима будут видеть в армии Новороссии не врагов их родины, а освободителей. Это страшный сон хунты из США. И он будет оставаться только сном, пока мы не приимем, что Новороссия равно новая Украина. Статья также размещена на ресурсе. 732